Диспансеризация в Десногорске продолжается. Диспансеризация в Десногорске. Диспансеризация в Десномрске продолжается. Хронические заболевания легочной системы, сахарный диабет. Те заболевания, которые приводят в 70% случаев, 70-75% случаев к ранней инвалидности и смертности населения. Как проводится диспансеризация? Она состоит из двух этапов. Первый этап, когда человек приходит в 312 кабинет медсанчастия при наличии паспорта, полюса и СНИЛСа, где проводят анкетирование пациента, где проводят измерение роста веса и далее измерение вычисления массы тела и индекса массы тела, где проводят анализ крови, анализ мочи, биохимические анализы, включая глюкозу и холестерин, флюорография, электрокардиограмма, где после 45 лет смотрят калм на скрытую кровь. Проводится анализ крови на ПСА для мужчин старше 50 лет. Это смотрится неврологом, пациент старше 51 года. Проводится ультразвуковое исследование брюшной полости 1 раз 6 лет после 39 лет. Смотрится окулистом, смотрится гинекологом с определением цитологического исследования мозга. Вот эти вот проводят первый этап. Далее при необходимости проходит второй этап до обследования. То есть выявляется повышенный уровень холестерина, который требует липидный спектр определения. Либо это определение, далее обследование более углублено урологом. Либо это осмотр эндокринолога при повышенной уровне глюкозы. И определение теста толерантности глюкозы. Вот это все определяется и выявляется возможность коррекции факторов риска в дальнейшем. Наталья Тимофеевна, что подразумевает второй этап диспансеризации? Второй этап предполагает более расширенное углубленное обследование. И это обследование, оно очень важно для всех граждан. Кто должен пройти диспансеризацию в 2015 году? Диспансеризация в этом 2015 году должна проходить, она проходит в три этапа. И начинается с 21 года до возраст неограничен. В этом году это 1994 год, 1991 год, 1988 и далее через три года. Это бесплатное, проведение диспансеризации бесплатно, проходит за счет средств обязательного медицинского страхования. Поэтому вам необходимо только подойти в 312 кабинет. Что означают группы здоровья? Их разделяют на три группы. Первая группа это абсолютно здоровые люди, либо с низким риском, факторами риска, с низким значением. Есть вторая группа, которая подразумевает высокие, очень высокие факторы риска, на которые мы обращаем очень большое внимание. И третья группа это имеющие хронические заболевания, либо выявленные в период диспансеризации, либо уже имеющиеся. А что человек получает в результате диспансеризации? Углубленное, либо краткое профилактическое консультирование, либо это дополнительное обследование с выявлением заболевания, степени заболевания. Далее лечебные, либо оздоровительные мероприятия, в том числе санаторных лечения направления. И паспорт здоровья, где все эти показатели отмечаются. Итоги диспансеризации в 2014 году в городе Десногорске на первом этапе прошли 3812 человек. Из них первую группу составили 1125 человек. Вторая группа 2047 человек, это имеющие высокие и очень высокие факторы риска. И третья группа, это 640 человек и уже имеющиеся хронические заболевания или вновь выявленные заболевания. Хочется обратить внимание на очень низкую физическую активность населения. В городе Десногорске в 2014 году это 1064 человека. Вот с такими выявленными факторами риска. Которые играют большую роль для развития сердечно-сосудистых заболеваний. В 2014 году в результате проведенной диспансеризации 131 человек были направлены на дообследование. И это дообследование не входило в программу диспансеризации. 250 человек были взяты на диспансерный учет. И 240 человек были направлены в результате диспансеризации и оздоровления на санаторно-курортное лечение. Здоровье – самая большая ценность. Будьте внимательны к себе. Приходите на диспансеризацию. 15 февраля 2015 года исполнилось 26 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В этот памятный день дисногорцы, исполнявшие свой интернациональный долг по постановлению конституционного порядка в Республике Афганистан, встретились у храма всех скорбящих радости. 15 февраля – это день памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества. Почему именно эта дата? Именно 15 февраля 1989 года последние подразделения контингента советских войск под командованием Бориса Громова покинули землю Афганистана. Поэтому, согласно федерального закона 2010 года, именно 15 февраля стало называться днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Это событие ознаменовало окончание Афганской войны, в которой советский народ потерял более 15 тысяч жизней мирных жителей. И война эта длилась почти 10 лет. И через абсолютно небольшой промежуток времени, в 1994 году, началась новая, не менее кровопролитная война. Это война в Чечне. И нужно сказать, что ребята в этих войнах испытали все, что только мог испытать и выдержать русский народ. И чаша терпения, и страдания, и горя, и лишения. Разрешите мне от имени администрации города пожелать всем мира, здоровья, счастья и успехов, и уверенности в завтрашнем дне. О погибшем наша вечная память. В память о погибших в Афганистане при исполнении служебного долга в храме был отслужен краткий молебен. Собравшиеся поставили свечи за упокой погибших и за здравие живущих. Война это есть война. Мы там потеряли 15 тысяч 51 солдата, офицера, прапорщика. Но в то же время мы уничтожили около 900 тысяч боевиков. Воевали мы со всем мусульманским миром. Это Иордания, Саудовская Аравия, Пакистан, естественно. Я считаю, что мы это воевали нормально. У нас здесь, ребят, 74 афганца, которые прошли войну в Афганистане. Из них 16 человек награждены боевыми орденами, медалями. Кроме того, вместе с ребятами, которые воевали в Таджикистане, Чечне, Югославии, нас всего 300 человек. Все живут здорово, слава тебе Господи, у всех все хорошо. Чему мы рады. Затем воины-интернационалисты посетили могилы своих товарищей. Нужно отметить, что на кладбище Десногорска похоронены участники афганской войны, которые умерли от болезней или трагически погибли позже, уже в мирное время. Нашему городу повезло, ни один из десногорцев не погиб на войне, и мы не встречали цинковые гробы. Традиционно воины-интернационалисты возложили венок к могиле ветерана Великой Отечественной войны Фомина Сергея Петровича. Он, кроме того, что войну прошел вообще как блестящий человек, всего лишь сержант, три за отвагу. Кроме того, он отработал на станции почти лет 15, по-моему, получил орден Трудового Красного Знамени. Представляете, нет, что это человек был. Это просто... Мы, наверное, не такие немножко, но это поколение просто до такой степени их уважают. В этот памятный день сотрудники молодежного центра подготовили и провели для собравшихся воинов-интернационалистов встречу реквием. И каждый из нас до единого больше всего желал лишь одного – чтобы не было войны. Юрий Хроменков рядовой запаса, награждённый медалью за отвагу, зажёг свечу памяти. Какая вера и какая сила их повела в последний смертный бой между Афганистаном и Россией, лежит в пространстве под названием «Волна». Она с гадами, нет, не утихает. По всей земле убитые кричатки, и зарево кроваво полыхает над гражданскими могилами солдат. Оставшиеся будут не устанут. Бессмертный подвиг молодости славится. Между Россией и Афганистаном лежит в пространстве под названием «Память». На память об этой встрече каждый получил книгу о нашем городе, которая была издана к 40-летию Десногорска, и пригласительный билет на праздничный концерт, посвящённый Дню Защитника Отечества. В заключении было сделано общее фото. На очередном заседании административной комиссии, которая состоялась 10 февраля, было рассмотрено 4 протокола по статье 17 областного закона о нарушении благоустройства города. Нарушение установленных органов местного самоуправления правил благоустройства территорий городов и других населённых пунктов влечёт наложение штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей. С явившимися на заседание комиссии нарушителями данной статьи была проведена профилактическая беседа и вынесен минимальный штраф в размере 2 тысяч рублей, а на неявившихся наложены штрафы в размере 3 тысяч рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова